Такого масштабного праздника Смолевичи еще не видели. Главная улица превратилась в большую торговую площадь. Свои достижения и традиции представили все 22 района Мещины. Песни и танцы в перерывах между работой для отружеников села – это отличный повод хорошо отдохнуть. По итогам работы агропромышленного комплекса в этом году область достигла результата порядка двух миллионов тонн зерна. Быть полностью довольным результатом, наверное, не есть правильно. Человек всегда должен стремиться к лучшему, хорошему, большему. Поэтому есть нам над чем работать, есть к чему стремиться, есть что получить. Я имею в виду зерно. Намного, чтобы было больше и благодатней для Мещины. В Сельгурском районе каравай этого года завесил 95 562 тонны. Агрономы, комбайнеры, водители – все приглашены на областные дожинки. Из зерна нового урожая к празднику испекли огромный каравай, как напоминание – хлеб всему голова. И вот они – герои этой жатвы, счастливые, с колосьями и рушниками. В театрализованном шествии принял участие каждый район и каждый в своем фирменном стиле. Сельгурщину представляли глава района, руководители сельхозпредприятий, почетные граждане Сельгурщина, депутаты, а также работники культуры. Нам тут очень нравится, все-таки гостеприимно, все очень красиво, праздник шикарный. К празднику город-спутник существенно изменился. На благоустройство из областного бюджета выделили более 6,5 миллиона рублей. Отремонтированы жилые дома, дом культуры и еще одним подарком для жителей стал новый ЗАГС. Дожинки встречали всех, кто принимал участие в уборке урожая области. Всего было представлено более 200 предприятий. И хлеба и зрелищ хватило всем. Например, слудский хлебозавод представил для гостей свою изюминку – рок изобилия, который и являлся главным символом праздника. Еще одной особенностью хлебной церемонии стал чемпионат по шахматам пряничными фигурками. Наши хлеба очень вкусные, большое разнообразие. А вот мода по-солигорски, свои новые осенне-зимние коллекции с гостями праздника и жителями. С малевичей поделилась наша калинка. Мы представляем на Дожинках 2017 фабрику «Калинка». У нас богатый ассортимент детского. Детские пуховички – это то, что новая коллекция у нас вышла. Взрослая, очень много пальто, большой ассортимент, платьев и все с удовольствием привезли сюда. Белорусское общество охотников и рыболовов представило редкую возможность жителям познакомиться с охотничьими трофеями и полакомиться диковинными угощениями из дичи, а также пострелять в электронном тире. Сегодня на Дожинках, Смолевичах представляем охотничью продукцию. Шашлык из лося, бобр копченых, хвостовая часть бобра, продукция пасечная, мед, прополис, сувенирная продукция. Также есть стенд с трофеями, электронный тир. На двух сценических площадках работали творческие коллективы области. На одной из них ансамбль «Зорный шлях» под руководством директора Солигорской детской школы искусств. В то время как на главной сцене шла торжественная церемония областного фестиваля ярмарки «Дожинки-2017». Открытие церемонии началось с чествования перед веков. Слова благодарности и дипломы труженьки агропромышленного комплекса получили из рук губернатора Минской области Анатолия Исаченко. В уборке урожая в Солигорском районе приняло участие 117 экипажей зерноуборочных комбайнов. Из них 43 экипажа намолотили свыше 1000 тонн зерна. Среди победителей битвы за урожай были отмечены солигорчане, поливод, открытого акционерного общества, Василия Захаровича Коржа, Татьяна Лахвич и директор ООО «Сторобинского» Татьяна Куделка. Праздник нравится. Организовали, конечно, очень хорошо. Пошло на пользу даже, я считаю, городу Смолевича. Где-то благоустроили. Поэтому как для людей сделали хорошо, так и для участников дожинок. Почетные грамоты, призы и всеобщее уважение. Вот то, с чем вернулись домой все участники церемонии дожинок 2017. Прекрасное мероприятие. Оно объединяет людей, настраивает людей на позитив. Впечатления какие могут быть? Все прекрасно, все чудесно, все есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова